Здравствуйте! Сегодня на уроке мы поговорим о произведениях литературы XX века, в которых главными героями являются дети. Но в отличие от произведений с вымышленными персонажами, сегодня нас интересуют рассказы, написанные на основе реальных событий. Один из них создан подлинным мастером рассказа Юрием Павловичем Казаковым. Писатель родился и вырос в Москве. Долгое время жил в Подмосковье. Сначала он увлекался музыкой, имея абсолютный слух, получил музыкальное образование и даже работал в оркестре, но призвание свое нашел в литературе. Он много путешествовал, наблюдал за жизнью людей и жизнью природы, записывал. Его наблюдательность в полной мере проявилась в рассказе «Тихое утро». О чем думает читатель, когда берет в руки рассказ с названием «Тихое утро»? Кто-то сразу подумал, ну вот, опять про природу. Кто-то попытался представить это утро, наверное, летнее, солнечное, неторопливое. Прилагательное «Тихий» в названии, означающее безмолвный, без волнений, без тревоги и неприятных происшествий, создает нам особое настроение. Герои рассказа Казакова Яшка и Володя летним утром отправляются на рыбалку. Деревня будто большим пуховым одеялом была укрыта туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше к реке уже ничего не было видно. И, казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса на горизонте. Все исчезло, притаилось сейчас. Таким увидел это утро Яшка, который проснулся рано, потому что обещал отвезти на рыбалку нового приятеля Володю. Автор показывает, что эти мальчишки были совершенно непохожими. Яшка – простой деревенский мальчишка, самостоятельный, ловкий. А Володя – городской мальчик из Москвы, медлительный и тихий. Заморыш – так называет его Яшка. Обратите внимание, что автор даже называет героев рассказа по-разному. Имя Яшка звучит немного пренебрежительно, но подружески просто. А вот имя Володька совершенно не подходит герою. И хоть один раз Яшка произносит «Володька», дальше автор справляется и называет мальчика Володе. Утро для мальчишек началось по-разному. Ответственный Яшка сам проснулся до рассвета, переборол себя и начал действовать быстро и собранно. Поел, накопал полную банку червей и отправился будить своего приятеля. Володя долго возился и шуршал на сеновале. Наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнурки. Он зевает, не может проснуться и никуда не хочет идти. Для Яшки вся прелесть утра была уже отравлена. В Володе его раздражает все. Рыбы в глаза не видал, идет на рыбалку в ботинках. А калоши наденешь? Забежи домой, пальто возьми. А ты галстук надень. У нас рыба обижается, когда к ней без галстука суешься. Насмехается над ним Яшка. Найдите, какими словами автор характеризует состояние чувства Яшки. Он съязвил, презрительно спросил, ядовито прищурился, задрожал от ярости. Характеристика Володи совершенно противоположна. Примеряющий улыбнулся, робко взглянул, восторженно выдохнул. Глаза заблестели. Володя чувствует себя неловким и жалким. И завидует Яшке, его загару, его умению ходить босиком, его особенной деревенской походке, при которой шевелятся плечи, лопатки и даже уши. Он готов разреветься и отказаться от рыбалки, но он так ждал этого утра. И вновь в рассказе появляется описание природы. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая все новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы. Будто скупой хозяин, он показывал все это только на минуту, и потом снова плотно смыкался сзади. Тишина утра словно примеряет мальчишек. Вот они уже вместе пьют воду из старого колодца. А потом выясняется, что Володька никогда не был на рыбалке, ничего не знает о работе тракториста, не знает, как кричат утки, и никогда не ловил дроздов. И настроение меняется. Яшка с удовольствием рассказывает городскому мальчику о природе, о деревенской жизни и даже зовет на ночную рыбалку. Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дому, как славно и легко дышится, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от восторга. В таком хорошем настроении мальчики пришли к реке. Правда, у омута мальчикам немного не по себе. Солнце сюда еще не заглядывает, поэтому здесь сыро и угрюмо. А еще вода черная, потому что дна нету, и в глубине, говорят, осьминоги лежат. Но все тревожные мысли быстро исчезают, потому что начинается долгожданная рыбалка. Яшка очень ловко управляется с рыболовными снастями, ведь не случайно он считается первым в колхозе рыболовом. Володя учится, все повторяя за ним. И вот удача, пойман первый лещ. И в ту же минуту и на Володину удочку попадается рыба. Она сильно дергает за леску, удочка начинает сползать в воду, а мальчик не может ее удержать и падает в омут. Яшка опять злится. «Недотепа чертова!» – кричит он и хочет проучить Володю по-деревенски. Вот сейчас он вынырнет, и тогда можно швырнуть ему в лицо ком земли с травой. Но, взглянув на воду, он замер. Володя в трех метрах от берега бил, шлепал по воде руками, запрокидывал к небу белое лицо с выпученными глазами, захлебывался и, окунаясь в воду все, силился что-то крикнуть. «Тонет!» – с ужасом подумал Яшка. «Утягивает!» Яшка с ужасом представил себе осьминога, который утягивает Володю. И в страхе мальчик бежит в деревню. Поблизости не было никого и некому было крикнуть о помощи. Действовать нужно самому. И тогда он возвращается. Яшка пытается вытащить Володю, но тот хватается за него и тащит на дно. Теперь Яшку самого хватил страх смерти. Он закричал так же нечеловечески страшно, как кричал Володю минуту назад. Ударил его ногой в живот и поплыл к берегу. И в эту напряженную минуту автор вновь вводит описание пейзажа. Ярко светило солнце, и листья кустов и ветлы блестели, радужно горела паутина между цветами, и трясогузка сидела наверху, на бревне, покачивая хвостом и блестящим глазом смотрела на Яшку. И все было так же, как и всегда. Все дышало покоем и тишиной. И стояло над землей тихое утро. А между тем вот только сейчас, совсем недавно, случилось страшное. Только что утонул человек. И это он, Яшка, ударил, утопил его. Но Яшка не бросает Володю. Хотя от страха и от холода у него стучат зубы. Он ныряет, вытаскивает его на берег, пытается привести в чувство. Убежать бы куда-нибудь, спрятаться, чтобы только не видеть этого равнодушного, холодного лица, думает мальчик. И вот в тот момент, когда Яшка совсем ослабел и упал духом, Володя пришел в себя. Можно ли назвать поступок Яшки подвигом, а самого Яшку героем? Думаю, можно. Ведь он спас человека. Он впервые столкнулся с настоящей опасностью, со смертью. Яшка ощутил недетскую ответственность за жизнь свою и чужую. Он несколько раз хотел все бросить и убежать, но преодолел свой страх. Яшка с нежностью смотрит на Володю. Ничто на свете не было ему милей этого бледного, испуганного и страдающего лица. В конце рассказа мы видим совсем других мальчишек. Они оба громко и горько и безутешно рыдают от радости, от страха, от того, что все хорошо закончилось. А над их головами уже вовсю светило солнце. Пылали кусты, обрызганные росой. Воздух нагрелся, и горизонт дрожал в его теплых струях. Состояние природы созвучно состоянию героев. Автор назвал рассказ «Тихое утро». Мы увидели, как обманчиво это название. «Тихое утро» не предвещало ничего страшного, но сколько напряжения оно потребовало от Яшки, сколько сил душевных и физических потребовалось для спасения друга. Непросто, оказавшись в такой ситуации, проявить мужество, стойкость и остаться человеком. Очень важно в жизни выдержать такое испытание. Пришлось пройти через испытание и герою рассказа Бориса Александровича Алмазова «Простите меня». Современный русский писатель Борис Александрович Алмазов родился в Ленинграде в августе 1944 года, когда война еще не закончилась, а город еще не отправился от голода и блокады. Отец Бориса погиб на фронте, мать тяжело болела, поэтому семья перебралась на Дон. Детство Бориса было трудным. Подростком он пошел работать на завод. Непростая жизнь не помешала ему получить образование. Он увлекся журналистикой, сочинял песни, преподавал историю искусства. А еще он написал много хороших книг, главные герои которых – мальчики, которым приходится столкнуться с первыми жизненными испытаниями. Герой рассказа «Простите меня» пятилетний мальчик живет в голодное послевоенное время в Ленинграде. Стоя в очередях за хлебом, бабушка и мама мальчика мечтали о жизни на Дону, мечтали о крае ковылей и маков, прозрачных рассветов, пшеничных караваев и всех земных плодов. И мальчик мечтает попасть в этот богатый край, но на родном хуторе их ждет разочарование. Выжженная солнцем степь, уставшие от тяжелого труда люди, измученные лошади и самое страшное – голод. Семью спасают привезенные из Ленинграда сухари, которые едят, прихлебывая отвар из свекольной ботвы. И вот однажды приезжает дядя Егор и привозит четыре огромных душистых белых каравая с высокими пористыми боками, блестевших масляной корочкой. Несмотря на то, что у него пятеро своих детей, он привозит свежий прямо из печи хлеб гостям из Ленинграда. Он хочет помочь сироте и женщинам, оставшимся без кормильца. Но этим задевает самую больную струну в сердце мальчика. Сироту жалеет, добренький. Мальчик возненавидел Егора и решил его обидеть. – А что это у нас в доме так навозом тянет? – спрашивает он. Дядя Егор, который много дней проводит в степи, ночует сатарой овец, извиняется и поспешно уходит. А мальчик счастлив. Я ел божественно пахнущий ломоть, грыз хрустящую корку, тонул в белопенном мякише, чувствуя щеками его живое тепло. Сначала мальчик не понимает, что совершил, но бабушка и мама показали ему всю неприглядность поступка. – Ты же нас всех, нас всех и дедушку, и папу, и нас с мамой на всю жизнь опозорил, – говорит бабушка. – А если сам обидел, – сам и исправляй. Нужно попросить прощения сегодня, не откладывая на завтра. – Почему мама и бабушка не отвели мальчика за руку к дяде Егору, а отправили его одного? Здесь важны слова бабушки. – Никак нельзя. Сейчас пожалеешь, потом не исправишь. И мальчик громко рыдает от страха, но идет ночью через страшный овраг мимо кладбища. Дядю Егора он находит в бане и просит прощения. За всю свою жизнь я не испытал большего раскаяния, чем в тот момент. И дядя Егор, конечно, прощает мальчика, и они становятся друзьями. Потом у них будут и веселые рыбалки, и праздники, и разговоры по душам. Мы видим, что ребенок совершил настоящий, взрослый поступок. Важно было, чтобы он исправил свою ошибку сам. Только потом, уже через много лет, мальчик узнал, что той темной ночью они шли за ним следом, готовые прийти на помощь в любую минуту. Итак, сегодня мы рассмотрели два рассказа о детях, которые столкнулись с первыми жизненными испытаниями. Мы увидели, что настоящий, героический поступок можно совершить в любом возрасте. Главное – это преодолеть свой страх, преодолеть себя. К следующему уроку прочитайте повесть английского писателя Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Подумайте, кто виноват в том, что произошло на острове. Война, природа, кто-то из ребят или они все вместе.